18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте и коротко буквально несколько кадров о главном интересном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Новосибирской области резко возросло количество вызовов врачей на дом. Если еще несколько недель назад в единую регистратуру поступало максимум 6 тысяч звонков в сутки, то теперь фиксируют до 50 тысяч обращений. Глава региона Андрей Травников сегодня лично инспектировал работу колл-центра. Сюжет Андрея Баева. Здравствуйте, единая регистратора Юлия. Запись к врачу одновременно оформляют больше 200 операторов по всей области. В сутки до 50 тысяч звонков. На помощь штатным сотрудникам пришли студенты. В основном будущие медики, но есть и из других вузов. Несмотря на сбои, которые в минувший понедельник устроили неизвестные хакеры, система работает стабильно. И учитывая, что ТДОС-атаки, они формируют нагрузку на канал связи, то есть, как правило, затруднения в работе медицинской системы и колл-центра были у удаленных операторов, которые находятся в области. Но еще раз хочу отметить, что вот в данный момент система работает устойчиво, потому что мы видим, оператор практически моментально переключается между окнами. Нагрузка значительно возросла не только на колл-центры, но и на первичное звено здравоохранения. Помочь участковым врачам готовы те, кто занимался оказанием плановой помощи и диспансеризации. Более тысячи специалистов сегодня готовы усилить коллективы любого медучреждения. Если нагрузка за раз выросла в 10-11 раз, наверняка бывают случаи, когда врачи не успевают в течение смены дойти на вызов. Какие рекомендации в этой ситуации? Во-первых, мы при приеме вызовов проводим сортировку по тяжести состояния. И в первую очередь обслуживаются те, у кого высокая температура и среднее или тяжелое течение заболевания. Легкие формы также передаются на аудиоконтроль и на обзвон с рекомендацией. Любое поступление вызова или записи на прием врача отражается в системе. И это уже дает повод для выписки дистанционного больничного листа. Конечно же, после опроса. Больничный выписывается в первый день, как только заявлено? В первый день, как только поступил от нам заявка. То есть пришел врач, не пришел, уже больничный отмечен. Да. С 1 февраля принимать звонки единая регистратура начала по новому единому номеру 122. Работают операторы в две смены по 4 часа. За это время они практически ни разу не встают с места. Звонки идут непрерывно. Несмотря на рост заболеваемости ковидом и почти максимальную нагрузку на медиков, система здравоохранения Новосибирской области функционирует удовлетворительно. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Детей и подростков в Новосибирской области начали прививать от коронавируса. Напомню, если ребенок еще не достиг 15-летия, согласие на вакцинацию должны дать родители либо законные представители. Тема продолжит Екатерина Радаева. Первый пациент пришел на вакцинацию за полчаса до открытия пункта. Евгению 17 лет. Подписать согласие на прививку он может самостоятельно. За два дня первую дозу уже получили около 200 подростков. Мы готовились к этой вакцинации. Еще до Нового года было известно, что в Новосибирскую область поступает 1400 доз вакцин. Соответственно, 50 доз одного компонента и 50 доз второго компонента мы заказали на нашу поликлинику. Спутник М предназначен для подростков от 12 до 17 лет. Это точно такая же вакцина, что и спутник В, только концентрация в пять раз меньше. Вот так выглядит детская вакцина. Первый компонент помечен голубым цветом. Внешний флакон не отличается от взрослой. Интервал между компонентами 21 день. Эта партия пробная. Следующая будет крупной и распределят ее по большему числу организаций. У меня вся семья вакцинировалась. И ждали, пока я сделала вакцин для детей. И меня забыслали. После вакцинации ведется наблюдение за состоянием подростков. Врачи проводят осмотр через полчаса после прививки. До 15 лет поставить ее могут только с согласия родителей. У нас ребенок занимается спортом. Она постоянно находится в развездах. Мы не хотим рисковать ситуацией, когда она будет выезжать в другие города, в другие республики. И поэтому мы приняли решение, что она должна привиться. Первую партию вакцины доставили в 30 медицинских учреждений. 11 из них находятся в крупных районах области. На сегодняшний день, с учетом того, что у нас не так много вакцины, и морозильные камеры у нас в медорганизациях стоят, в поликлиниках, мы вакцинацию пока проводим в поликлиниках, для того, чтобы отсмотреть детей, понаблюдать их. И в дальнейшем, конечно же, обязательно, если мы массово будем прививать, это будет так же, как и другие вакцины, которые будут поступать, будут в морозильных камерах приносить и вакцинировать на базе образовательных учреждений. В России вакцину от ковида для подростков в конце прошлого года внесли в национальный календарь прививок. Кроме того, несколько стран уже начали работу над новым видом для детей от 5 до 11 лет. Екатерина Радаева, Константин Менин, Новости ОТС. Трагедия на стройке. Следователи комитета и прокуратуры выясняют причину гибели рабочего в Новосибирске. По словам свидетелей, 44-летний мужчина сорвался с опоры 4-го моста через Обь. С высоты 60 метров получил травмы, несовместимые с жизнью. Специалисты ведомств проверяют, как соблюдалась техника безопасности на объекте. На месте происшествия работает следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Еще о ЧП. К пожару в Новосибирском зоопарке привел аварийный режим работы электрообогревателя, выяснили дознаватели МЧС. Напомню, 31 января на пульт поступило сообщение о том, что горит зимний питомник для птиц. Пожарные прибыли на место через 4 минуты. Работали 77 человек и 13 единиц техники. На ликвидацию огня ушло меньше получаса. Деревянная постройка выгорела полностью. Погибли 26 птиц, в том числе павлины. В зоопарке заявили о том, что планируют провести восстановительные работы. Я думаю, в течение 2-3 недель начнем заниматься восстановлением. Все восстановим. Все будет нормально. А такой же, как был, будет строитель? Уже мы понимаем, что он был старенький. Уже будет посвежее. И смотрите дальше в нашем выпуске, что февраль пришедший нам готовит. Новые федеральные законы вступили в силу. В регионе опять постреляли косуль. Какое наказание грозит браконьерам? И красные фонарики и юани в конвертах. Встречаем Новый год по восточному календарю. Подробности расскажем. Оставайтесь с нами. Новый год. Уже не смогут заискивать средства с должников, чей доход ниже прожиточного минимума. Кроме этого, начинает действовать система штрафов для предприятий, которые не установили системы контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу. И увеличивается наказание за производство и продажу немаркированной табачной алкогольной продукции. Для юридических лиц штраф до полумиллиона рублей. И в продолжении темы законов и поправок к ним. Тариф для дальнобойщиков за проезд по российским трассам с сегодняшнего дня вырос сразу на 8,5%. Таким образом, систему Платон водителей грузовиков теперь будут отчислять по 2 рубля 54 копейки за пройденный километр. Плату взимают с фур массой больше 12 тонн. Полученные средства направляют на капитальный ремонт проезжей части. Добавлю, что в системе зарегистрировано больше полутора миллиона грузовиков. Девять убитых косуль обнаружили у села Воробьево в Венгеровском районе. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Известно, что следователи наружили и изъяли ружья, снегоходы, мешки с мясом. Незаконную охоту в лесах устроили два участковых из районного отдела МВД. Нарушителей допрашивают за подобные деяния. Уголовный кодекс, напомню, предусматривает штраф до миллиона рублей. Либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Другим темам в России нашли способ в несколько раз снизить износ автомобильных дорог. Для этого предлагают укрепить покрытие максимально прочным материалом, сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Это позволит ремонтировать магистрали в три раза реже. Вот только возьмут ли на вооружение такое предложение в строительной отрасли? Пока вопрос. Нужны инвесторы? Сюжет Ксении Петренко. Полиэтилен появился в быту лет 70 назад. Применяют его в разных сферах, но обывателям он больше знаком по пакетам из супермаркета. Большие или маленькие, они способны выдерживать определенную нагрузку, но быстро рвутся. И столетиями разлагаются в природе, чем наносят колоссальный вред экологии. Однако новосибирские ученые нашли другой способ применения полиэтилену. И разработали сверхпрочный его вариант. Прочность волокна в 10 раз больше, чем у стали. Неожиданно обнаружили, что определенные структуры этих соединений позволяют получать сверхусокомолекулярный полиэтилен особого устройства. Значит, макромолекулы не переплетены. А значит, его можно легче переработать в суперпрочное волокно экологичным и, что немаловажно, экономичным способом. Полученные полимеры можно использовать в самых различных сферах. По прогнозам ученых, новое вещество отлично подойдет в качестве покрытия для вагонов, кузов самосвалов, ракет и даже бронежилетов. Еще одна сфера применения – это строительство дорог. Предлагают делать из суперпрочного полиэтилена армирующие сетки и укладывать их в качестве одного из слоев в асфальт. В итоге дорожное полотно будет износостойким и ремонтировать его придется в три раза реже. Даже если не углубляться в сопоставление экономики современного дорожного строительства, очевидно, что такой подход сулит очень серьезную экономию для отрасли. Можно такой материал использовать и в оборонной промышленности, где прочность и надежность – главное условие. Над получением сверхвысокомолекулярного полиэтилена в лаборатории трудились около 10 лет. Эксперты надеются, что для внедрения этой разработки в практическое использование времени потребуется меньше. Мы надеемся, что найдется инвестор, который нашу разработку возьмет и начнет использовать. При наличии финансирования открыть первое серийное российское производство по новой технологии можно будет уже через два года, считают разработчики. Но прежде нужно описать конкретные технические параметры. Этим сейчас и занимаются. Эксперты полагают, что массовое внедрение этой технологии в России позволит вытеснить с рынка импорт и создать задел для поставок суперполиэтилена за рубеж. Новый год. Тигра окончательно вступает в свои права. Праздник новолетия по восточному календарю сегодня, 1 февраля. Но отличие от торжества в Китае, от Нового года в России в том, что отмечать его принято целых две недели. И в Поднебесной это будет не 2022, а 4720 год. По традиции семьи начинают готовиться к событию заранее. Дома снаружи обклеивают фигурками из алой бумаги, развешивают красные фонарики, которые по поверьям защищают от злого монстра по имени нянь. Главные подарки, что интересно, не вещи и сладости, как у нас, а красные конверты с деньгами. А традиционное блюдо на праздничный стол, рисовый пирог, лапша, долголетие и, конечно, знаменитые китайские пельмени цяо-дзы. В Новосибирском музыкальном театре взялись за постановку Великого Гэтсби. Мюзикл будет опираться не на киноисторию из Ди Каприо в главной роли, а на роман Фит Джеральда. Но действия перенесут ближе к нашему времени. А пока режиссеры и артисты расставляют акценты под прицелом телекамер. О том, с чего начинается мюзикл, Алексей Куденков. Трагическая история американского богача российской публики известна не только по книге и фильмам, но и по мюзиклу Владимира Баскина. Спектакль «Великий Гэтсби» несколько лет назад представили на сцене петербургского мюзик-холла. Зрителям предложили окунуться в эпоху артико с его безудержным весельем и фатальным безрассудством. Затем мюзикл появился в афишах еще нескольких российских театров. В Новосибирске Гэтсби будет делать известная актриса и режиссер Наталья Индейкина. Именно она первой поставила этот материал в мюзик-холле. Я в принципиальной позиции никогда не занимаюсь никакими переносами «Упаси Господь». И вот первый раз в жизни я буду повторно ставить это название. Речь не идет ни о переносе, ни о тиражировании чего-либо «Упаси Господь». Сегодня на первой встрече с артистами режиссер рассказала, что планирует по-новому представить классический сюжет. Затем вместе с труппой Наталья Индейкина начала читать пьесу, над которой трудилась вместе с драматургом Константином Рубинским. Прямиком из Чикаго. О, Чикаго. Как-то она на мне скучает. Весь город скучает. Рыдает. Новосибирск, петяна. Рыдает. Какая петь. Я думаю, что большинство смотрели фильм, конечно же. Потому что, когда происходит назначение на роль, первым делом актер сразу же бросается к книге, к пьесе, к фильму, чтобы понять, что он там будет делать. Погружение в текст – это первый этап работы артистов с режиссером. Уже скоро актеры начнут разучивать музыкальный материал, встретятся с кореографом. Но именно во время читок начинает рождаться спектакль. Приблизительно понимаешь, как уже обращивать тот скелет, который есть в тексте, каким-то своим актерским мясом. То есть начинаешь уже в голове прорабатывать, продумывать. Где-то даже, возможно, появляются в фантазии какие-то мизансцены. Как бы я это сделал. Какая подача здесь должна быть. Где не пережать. Где, наоборот, сделать чуть-чуть легче. То есть творческий процесс, мозговая деятельность уже начинает работать в процессе читки. И это уже интересно. К работе уже приступили и технические службы театра. Нужно успеть сшить десятки костюмов и поробове, создать декорации и все те предметы, которые зрители увидят во время спектакля. До премьеры не так много времени. Мюзикл «Великий Гэтсби» уже вписали в мартовскую афишу музыкального театра. Алексей Кудинов, Сергей Жданов. Новости ОТС. Это все новости к этому часу. Информационные итоги дня подведем на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание. До встречи.